Приветствую всех на будни Уолл-стрит, очередной выпуск и начнем его с хорошей новости. Правда, она немножко запоздала, но Уоррен Баффет, самый богатый инвестор в мире, сообщил недавно, а конкретно, что признался, что экономит на завтраках в Макдональдс в дни, когда фондовый рынок падает. И вместо МакМаффина с беконом, сыром и яйцом за 3,17 долларов покупает что-то другое за 2,50. К сожалению, не поместилась новость на экране. В общем, известный инвестор экономит 50-60 центов в те дни, когда рынок падает. Я думаю, он инвестирует сэкономленные деньги в этот же рынок снова. Тем не менее, у нас балом правит сейчас на последние дни Дональд Трамп. Каждый день выходит какой-то новый указ, рынки шарахаются, то вверх, то вниз. Но вот буквально вчера в понедельник рынки упали, упали порядка на 1%. Сейчас, через несколько минут будет открытие торгов, мы как раз их застанем в момент записи. В общем, новости есть, новости очень много, но, к сожалению, я не могу все их рассказать, потому что, особенно разобрать компании, в связи с тем, что я выпуски делаю по 26 минут, по 30 минут. Это очень долго. Поэтому постараюсь укладываться где-то в 15 минут, разбирать только самое основное, а уже более мелкие компании, какие-то идеи мы будем делать в отдельных роликах. Итак, поехали. Сегодня мы разберем с вами несколько компаний, буквально три штучки. Это компании AT&T, которые я обещал в прошлый раз, компанию Qualcomm, разберем, и компанию Google, которую мы сейчас сюда и вобьем. Кстати, у Google есть два тикера, один вот такой, Google, и второй Google. У одного есть каждый просто тикер, он имеет определенное количество голосов. Это специально сделано для защиты от инвесторов, от поглощения недружественных инвесторов. Итак, давайте начнем с компании AT&T, потом чуть пробежимся по новостям. Значит, компания AT&T. У меня здесь есть отдельно отчет по ней. Значит, что это за компания такая AT&T? Ну, для тех, кто из вас не знает, что такое AT&T, это можно с российскими сравнить как МТС или как, допустим, Ростелеком. Вот. Это является крупнейший телекоммуникационный провайдер в США. Капитализация, по-моему, в районе 250 миллиардов долларов. Мы сейчас глянем. И он предоставляет услуги по телефонной связи, интернет, всякие 5G, скоро будет предоставлять 4G и так далее, и так далее. Но буквально недавно вышла новость, что AT&T хочет вместе с Time Warner объединиться и стать не просто телекоммуникационным провайдером, а еще и вещать огромное количество телевидения в ваши экраны. Ну, кстати, они уже вещают. Компания приобрела пару лет назад компанию Direct TV. Это такая кабельная компания, крупнейшая в США, которая предоставляет доступ ко всем кабельным каналам. В итоге, как вы видите, что в России, что в США, телекоммуникационные компании столкнулись с тем, что расти некуда, а деньги как надо зарабатывать. В США еще есть такой момент, что если компания не растет, то многие ее просто сбрасывают. И вот чтобы акции не сбрасывались, компания старается выплачивать максимальное количество дивидендов. И чем нам нравится AT&T, то что она платит почти 5% в виде дивидендов. Ну вот смотрите, здесь он мне показывает 4.7, это за этот год. И уже в следующем, с учетом такой цены, кстати говоря, цена немножко поднялась за последнее время. Вы могли в свое время, буквально в ноябре, покупить по 36 долларов эту акцию. И там уже где-то была 5.2-5.3% доходность. В чем мне нравятся, опять же, американские рынки, то что дивиденды платятся ежеквартально. Вот посмотрите, 48 центов, 48 центов, 48 центов. И вот Новый год наступил почти, 49 центов. То есть компания не просто платит дивиденды, они еще и повышают эти дивиденды каждый год. И чем мне нравятся американские рынки, тем, что там к инвесторам относятся к людям, которые хотят как людям. И с доходами надо делиться. Пока Google единственное не платит дивиденды, у него своя история, чуть позже к этому придем. Итак, AT&T, четвертый квартал, год отчитался. Выручка со 146 миллиардов выросла до 163. Это произошло не потому, что компания стала там вдруг больше зарабатывать. Просто за счет того, что когда, ну смотрите, это free cash flow, то есть свободный денежный поток составляет 16 миллиардов долларов, то у компании образуется избыточная наличность, которую нужно куда-то вкладывать. Представляете, у вас там после выплат даже дивидендов образовалось там 5 миллиардов. Что с ними делать? Ну, можно купить свои акции, а можно купить там конкурентов. На 5 миллиардов долларов, ну скажем, капитализация МТСа сейчас в районе 10 миллиардов долларов. Это весь МТС стоит сейчас по рыночной цене 10 миллиардов долларов. А свободный денежный поток AT&T за 16 год составил 16 миллиардов долларов. То есть, в принципе, AT&T на свободные деньги может прикупить весь МТС и еще в придачу почти весь Ростелеком. Вот это на свободный денежный поток. Поэтому, естественно, такая компания, как AT&T, начинает скупать все, что попадется. Ну, допустим, недавно они в Мексике купили провайдера крупного, телефонного. Но только так они за счет этого выживают. Поэтому выручка растет не только за счет того, что они как-то эффективнее распоряжаются, но за счет просто скупки всего, чего под руку попадется. В общем, выручка растет, а прибыль на акцию растет, несмотря на то, что компания, к сожалению, последние пару лет, сейчас покажу, им приходится выпускать дополнительные акции. И, кстати, заметьте, сейчас ПЕ мы смотрим, да, вот ПЕ, ТТМ, это 20-й ПЕ, то есть за сколько лет окупится вложение в акции? 20. Вот при таком ПЕ еще и доходность вполне приличная, не инвестиционная, а дивидендная. Смотрите, AT&T. Выручка на акцию, смотрите, как плавненько, 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 плавненько растет, а только последний квартал чуть-чуть хуже. То есть с точки зрения неплохая компания, но без каких-то адских ростов в будущем. Чего мы хотели посмотреть? Количество акций в обращении. Вот тут есть у нас отдельный показатель, количество акций в обращении. Shares outstanding. Вот мы видим, не знаю, тут побольше. Посмотрите, левый график, мы видим, что вот здесь снижалось количество акций. Как правило, нормальная американская компания старается выкупать свои собственные акции с рынка, ну, на свободный денежный поток. Но мы видим, что в последние, начиная с 2015 года, с июля, с августа, прошу прощения, все, что было выкуплено с рынка, обратно в рынок и выкинуто. То есть казначейские акции опять в рынок выкинули. За счет чего происходит? За счет того, что когда компания покупает другие компании, свободного денежного потока иногда не хватает. Вот, и им приходится свои же акции, которые выкуплены, обратно в рынок отдавать, чтобы освободить как-то кэш. Вот, количество акций увеличилось, но даже с учетом того, что количество акций растет, сейчас посмотрим, вот он. Доходность на акции, ну, вот видите, она стагнирует плюс-минус здесь, стагнирует за счет того, что они, негодяи, выпускают дополнительное количество акций. Выручка при этом на акцию растет, самое удивительное. Доход на акцию где-то так и стагнит. Чем нам интересен, опять же, AT&T? Тем, что это крупная компания, которая в случае кризиса, естественно, не должна пойти ко дну, как более мелкие их сотоварищи. Ну и плюс, компания в принципе, в принципе, чувствует себя ничего так. Чувствует себя ничего так. Так, и плюс она платит хорошие дивиденды. То есть нельзя, не надо говорить, что AT&T там в ближайшие годы удвоится. Конечно же нет. Но с доходностью 4,8 показывает у меня это будущая доходность, видимо, с 2017 года. Сейчас посмотрим. Так, дивиденды. Сейчас, чуть позже расскажу про этот сервис. Ну вот, смотрите. Смотрите, значит, растут дивиденды по 2,2% ежегодно. То есть AT&T что делает? Он выплачивает, то есть он повышает дивиденды каждый год. Вот мы видим среднее повышение, это 2,2%. То есть в принципе это отбивает инфляцию, которая в США есть. То есть купив сегодня акции AT&T, вы будете получать денежный поток, который будет покрываться инфляцией. То есть в принципе ничего так. Хороший вариант. По сути, знаете, как пенсия, которая индексируется каждый год на величину инфляции. Будем надеяться, что Трамп не разгонит эту инфляцию. Ну ладно. Так, AT&T отличная бумажка для дивидендов. 5% годовых, выплаты ежеквартально, стабильно, четко. Компания растет, может не каким-то бешеным темпом, но неплохая для варианта. Отчетность вышла чуть хуже, чем ожидали аналитики, но в принципе ничего. То есть никакого там сильного прогресса не было. Поэтому цена акций AT&T на отчетности упала, но чуть-чуть. И сейчас уже мы видим, все отросло, и компания чувствует себя неплохо. Следующая компания. Следующая компания у нас это, давайте начнем с Qualcomm. Как раз сейчас рынок вот открылся, я вижу Qualcomm. По техническому анализу мы видим, у меня прямо видится, что сейчас сорвется бумага сюда, куда-нибудь к 50. И это будет очень хорошо, потому что я уже давно глаз точу на Qualcomm. Давайте посмотрим, что это за контора. Я вам в прошлый раз уже рассказывал про Qualcomm. Итак, Qualcomm, посмотрите. Очень неплохая компания с точки зрения финансовой устойчивости. Видите, ставят семерку с десяти. Отношение денег к долгу 0.93. То есть в принципе мы видим, что кэш покрывает долг компании. Далее, с точки зрения профитности, прибыльности, операционная маржа 23%, чистая маржа 20%, возврат на капитал почти 16%. Если мы сравниваем с индустрией, один из лучших показателей. То есть одни из лучших показателей в индустрии. Если мы смотрим на P&E, как вы видите, в Америке P&E гораздо выше, чем в России. Сейчас, насколько я помню, S&P 500 в районе 24-26 по P&E. Qualcomm 16.3. А если смотреть forward P&E, то есть ожидают, если в следующем году повысится прибыль, то вообще по 11.6 нам будущий P&E продают. Компания очень дешевая. Чем она нам интересна? Хорошие дивиденды доходности, почти 4%. Я все жду, что компания немножко еще просядет ниже. И тогда можно будет брать с большей дивидендой доходностью. Вышел отчет квартальный Qualcomm. Все хорошо. То есть, видите, ожидались продажи в районе 5,7-6,5 миллиардов. Попали в 6 миллиардов. То есть в среднем в Штатах, в принципе сейчас и в России это распространено. То, что делается прогноз. Прогноз делает менеджмент компании о том, сколько заработает компания в следующий квартал или в следующий год. И если они попадают в этот прогноз, как бы все хорошо, не попадают, то есть промазывают ей там хуже, то акция падает. Поэтому сейчас мы видим, что по прогнозам попали, хорошо попали. Цена акций падает. Сейчас объясню почему. Давайте откроем Qualcomm. Видите, такой гэп. Компания увалилась прилично. В принципе, сейчас посмотрим с момента гэпа. На сегодняшний момент компания упала на 16%. Падение 16%. С чем связано? Объясняю. Сейчас Apple подала суд на Qualcomm. Мы об этом говорили в одном из первых выпусков. И пытается отсудить, по-моему, в районе полутора миллиардов долларов. Там миллиард с чем-то. Миллиард двести, по-моему. За счет того, что так называемые ребейцы, то есть Qualcomm должен был бы как бы возвращать эту сумму обратно к Apple, но не стал возвращать. Исходя из там неких пунктов договора и так далее. Apple посчитала, что Qualcomm ее обманывает, что Qualcomm вообще негодяй, свинья. И подала в суд. Соответственно, сейчас идет судебная тяжба между Apple и Qualcomm. На этой новости Qualcomm обвалился на наше счастье. Потому что даже если Qualcomm все-таки заплатит эти 1,2 миллиарда долларов в виде штрафа, то есть в виде ребейцев обратно Apple, то это по подсчетам около 0,72 центов на акцию. Но если мы посмотрим на саму стоимость акции, это 53 доллара 33 цента, мы видим, что цена упала в принципе почти на 10 долларов. Только на том, что Qualcomm должен заплатить 73 цента в виде отдачи обратно Apple. В общем, вот такая ситуация. Чуть-чуть народ перенервничал, сдал компанию. Но компания выглядит очень неплохо сейчас. Очень низкий P на E. Мне кажется, компания очень недооценивает. Сейчас я покажу, что у нас происходит. То есть продажи девайсов растут. Как мы видим, все очень хорошо. Они ожидают, что поставки 3G, 4G девайсов в будущем будут только расти. То есть темп от 4 до 10%. То есть это ожидается, что компания будет зарабатывать еще больше денег. Что еще мы видим? Теперь по выплате ли они за 10 лет компании порядка 55 миллиардов долларов в виде дивидендов. У компании, вы видите, идет программа по обратному выкупу акций. То есть количество акций сокращается. Сокращается количество акций. Получается выплата на одну акцию увеличивается. Доход на одну акцию увеличивается. Для нас, как для владельцев потенциальных акций Qualcomm все очень неплохо выглядит. То есть и в этом году они будут выкупать акции свои. В прошлом выкупали. Теперь самое интересное. Это, конечно же, квартальные дивиденды. Мы видим их рост. Если начать с 2007 года, видите, платили 14 центов. Постепенно каждый год мы видим увеличение в дивидендных выплат. 16, 17, 19, 21, 25, 35, 42, 48, 53. И у Qualcomm немножко смещен год. Мы видим, да, начинается год у них в июне. Вот, июнь, сентябрь, декабрь, март. И вот у них первый квартал, по сути. И уже скоро мы увидим, скорее всего, поднятие этих дивидендов. Давайте глянем на отчеты Qualcomm. По основным прошлись мы. Рост за пять лет составил порядка 19,3%. Рост дивидендов, то есть каждый год на 19,3%. Увеличился рост. Если предположить, что рост будет таким же, я в этом, конечно, сомневаюсь, но все-таки, если предположить, то через пять лет, если вы купите сегодня эту акцию, представить, и рост будет такими же темпами через пять лет, доходность вашей инвестиции, то есть дивиденды вы будете получать порядка 9,3% в виде дивидендов на ту сумму, которую вы вложите сегодня. Плюс мы видим, что еще идет shares payback ratio, то есть количество процентов выкупаемых акций, то есть компания выкупает свои акции. Ну и с точки зрения дивидендов компания смотрится очень неплохо. С точки зрения роста компания смотрится даже лучше, чем AT&T, хоть и доходности меньше. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь тем, что Apple сейчас пытается отсудить у Qualcomm этот миллиард несчастный, он никак не повлияет особо на финансовые показатели компании, особенно в пятилетней перспективе. Ну и не забывайте, что Qualcomm является крупнейшим в мире производителем чипов для ваших мобильных телефонов, и я думаю, вы и будете покупать мобильные телефоны и в будущем. Плюс не забывайте, что сейчас идет эра интернет-вещей, это когда вас уже в автомобиле скоро сим-карту нужно будет вставлять, да? Я думаю, у некоторых уже вставляются сим-карты в автомобиле. Ну что еще? Куда мы сим-карты вставляем? Везде, где только можно, скоро будут сим-карты, так называемый интернет-вещей. И вот эти все Wi-Fi производители, то есть вот эти Wi-Fi модули, вот эти связи и так далее, это все производит Qualcomm, именно Qualcomm. Поэтому компания выглядит сейчас очень перспективной, и обратите свое внимание на эту акцию. Ну и переходим к последней акции на разбор сегодня. Это у нас, конечно же, Google. Google компания хорошая. Сейчас покажу показатели. Вышел у них отчет, немножко мимо прогнозов, народ расстроился, слил Google с 840 долларов до 799. Я вот вообще люблю, когда акции падают, особенно хорошие акции, когда падают. Знаете, компания заработала больше денег, чем в прошлом году, но она не попала в прогноз аналитиков. И все, и цена падает. И вот это мне очень нравится, потому что компания растет, да, может чуть меньшими темпами, но она растет, и она хорошая. Но тем не менее, акции падают, и это хорошо, это распродажа. Знаете, еще один момент, такое отступление, мы об этом будем говорить в отдельном видео, но так скажу, что когда вы идете по магазинам, написано «распродажа», вы же наверняка заходите в магазин, с удовольствием покупаете вещи, да, особенно они все идут со скидкой 20-30%. Но когда то же самое происходит на рынке акций, то люди вместо того, чтобы покупать подешевевшие акции, которые упали на 20-30%, особенно хорошие акции, начинают панически их продавать. Вот, поэтому относитесь всегда к падению очень позитивно, если вы четко понимаете, что за компания, да, какая ее внутренняя стоимость. И цена падает просто потому, что спекулянтам вдруг показалось, что там в будущем не будет роста, но вы-то верите? Покупайте, 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 покупайте. Итак, Google. Давайте глянем. Самая, наверное, лучшая компания, которую я видел с точки зрения роста. Ну, вот перед вами, в принципе, все. Значит, финансовая стабильность. 9 из 10 баллов. Ну, это просто шик. Отношение кэша к деньгам. Очень неплохое. Перекрываем 21 раз. Далее. Equity to assets. Вообще шикарно. То есть почти капитал равняется активам. Это очень неплохое. Покрытие по процентам по долгу. 191 раз может покрыть все проценты своей прибылью компания. Далее. Операционная маржа неплохая с точки зрения индустрии. Одна из лучших. Ну, тут все показатели. Возврат на капитал, возврат на доход на... Точнее, капитал, доход на активы очень неплохой. По PE показателю, конечно, дороговато. 29 сейчас выше, чем средняя по S&P 500. Но PE forward, то есть, исходя из того, что компания может заработать в следующем году чуть больше, чем в этом, мы видим, что порядка 20. Что уже неплохо. Что уже неплохо. Google, конечно, в долгосрочной перспективе очень интересная контора. Она, однако, не платит дивидендов. Пока не платит. Но я уверен, я через 5-10 начну платить. Да, видите, тут мне пишут. Башнефть творит чудеса. Такое приходит. Да. Сегодня Башнефть в России просто что-то сделала. Нечто. Хорошо, поехали дальше. Значит, по показателям. Ну, тут все вы сами видите. То есть, выручка. Каждый год растет. Показатели кэша растут. Сейчас мы посмотрим просто с вами отчетность. Ну, даже вот выручка на акцию. Посмотрите. Каждый квартал. Все выше, 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 выше. Тут практически что не смотреть. Здесь просто все растет. Вот, free cash flow, свободный денежный поток на акцию. В космос. Ебеда на акцию. В космос. Ну, тут все, не знаю, к чему тут прицепиться. Что там, что плохого. Единственное, что я не смотрел по выкупу обратного. Нет, к сожалению, они, видите, наращивают акции. До продают. То есть, количество акций в обращении увеличивается. Ну, опять же, я думаю, это вопрос времени. Или через 3-5, когда они уже скупят все, что только можно скупить, они начнут скупать самого себя. Тем не менее, ебеда, при том, что количество акций увеличивается. У нас в космосе. Все в космосе. То есть, компания стабильно пока растущая. Все неплохо. Подкупать, конечно же, подкупать, когда будет просаживаться. Но, с точки зрения дивидендного инвестирования, не очень подходит нам. Хотя, компания хорошая. Хорошо, закончили с компаниями. Немножко новостей. И расскажу про гуру фокус. И расскажу про то, что у меня висит на стене. Потому что постоянно задают этот вопрос. Значит, по новости. Тут Трамп решил закрыть... Давайте на камеру скажу. Трамп решил закрыть проезд товарищам с Ближнего Востока в Америку. Сделал бан на 90 дней. Плюс его нововведения дали такой момент, что даже в России теперь, если у вас закончилась виза американская и прошло более 11 месяцев, вам придется снова проходить собеседование в посольство. И раньше такого не нужно было делать. Вот. Вот это такой момент. И на основании этого вчера попадали все, кто только мог попадать. Сегодня я смотрю... Так, давайте посмотрим, как раз открылись котировки. Открылись... Ну, отскочили. Банки вчера, конечно, заливались все. Сегодня отскочили банки. Тем не менее... Тем не менее... Так, смотрим. S&P в минусе. IWM, это Russell 2000, в минусе. Triple Q, Nasdaq в минусе. Ну, вот индексы в минусе, банки в плюсе. Смотрите, почему банки в плюсе? Как раз следующая новость. Трамп сейчас хочет отменить ряд ограничений, которые наложил месье Обама, а конкретно ограничения на региональным банкам, небольшим банкам, правда, и крупным, по-моему, тоже там было, выдавать кредиты малому и среднему бизнесу. То есть для того, чтобы средний и малый бизнес в США взял кредит, у него был целый набор, перечень того, что нужно предоставить в банк, чтобы банк только соизволил рассмотреть эти документы. Сейчас же Трамп говорит, что если мы хотим развивать малый и средний бизнес в США, чтобы народ жил лучше, нужно сделать послабление. Нужно вот этот список требований резко снизить. И тем самым малый бизнес начнет развиваться, получит доступ к кредитам и так далее. Естественно, для банков это хорошо. То есть можно больше давать кредитов под большие ставки, потому что малый и средний бизнес, вы понимаете, там риски гораздо выше. Можно давать под 16, под 20 годовых. То есть в России у нас на этом бизнес делают очень многие. Например, Олег Тиньков не делает бизнес на бизнесе. Он выдает кредиты частным лицам, но под 40 годовых. Мы это уже разбирали, как он зарабатывает деньги в одном из наших выпусков. Тем не менее, это хороший знак для банков. Поэтому банки сейчас будут сильными, потому что Трамп еще не подписал соответствующие указы, но у него в программе это было. Поэтому недолго тот час, когда у банков будет второе, возможно, ралли наверх, невзирая на то, что куда-то что-то полетит. Поэтому, с одной стороны, он банит и не дает возможность въехать из Ближнего Востока граждан, плюс идут протесты, и это все не очень хорошо отражается на рынках. Но, с другой стороны, он пытается экономически сделать, стимулировать различные отрасли экономики, чтобы все они выросли. Поэтому будет очень интересно, будут волатильные рынки, будет действительно интересно. Поэтому присмотритесь к американским банкам. Мы с вами уже рассматривали JP Morgan, мы с вами рассматривали Wells Fargo, банков Америки и так далее. Мой выбор из всего этого, скорее всего, с точки зрения дивидендов, это, конечно, Wells Fargo, который платит порядка 3% дивидендов. Если говорить про крупный банк, это JP Morgan неплохо смотрится. Ну и мне очень нравится, это US Bank Corp. Мы с вами смотрели, это как раз-таки объединение крупных региональных американских банков. Очень хорошие показатели по рентабельности, очень хорошие показатели по возврату на инвестиции. То есть, один из драйверов роста будет, конечно же, вот этот байер. Хотя не все вырастут, но вот 3 банка, JP Morgan, Wells Fargo и US Bank Corp одна из моих приоритетов, я собираюсь вот-вот часть из них прикупить. Будем надеяться, что Трамп исполнит свое обещание и действительно снизит барьеры для американского бизнеса. Что ж, теперь последнее заключение. Это сайт Guru Focus, на котором мы смотрим постоянно аналитику американскую. Это один, на мой взгляд, из лучших сайтов сейчас в США. Здесь есть практически все про любые компании. Ну вот мы берем, допустим, Wells Fargo. Wells Fargo, набираем Enter. Ну и здесь все, что вы хотите. Тут и все показатели, все рейши есть. И дивиденды, и оценка компании есть. И Guru Trades, так называемый. Здесь показывается, кто из крупных гуру, что купил, что продал. То есть купили, а не продавали Wells Fargo. Вот последние трейды по данной бумаге среди гуру. Здесь также есть оценка, так называемая, Peter Lynch Earnings Line. То есть, во сколько оценивает, оценил бы Peter Lynch данную компанию. Ну вот видите, он говорит, что это 59,9 долларов должна стоить компания. Компания стоит дешевле чуть-чуть. То есть, некий апсайт дает по росту. То, что здесь 15 лет финансовой статистики, при том с кучей коэффициентов, это я просто помалкиваю. Вы видите сами, какое количество цифр здесь. Можно листать, 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 листать. То есть, все это данные отчетов плюс коэффициенты. Ну и, конечно же, здесь можно проанализировать с конкурентами, сравнить. И метод дисконтированных денежных потоков сделать. Посчитать, сколько внутренняя стоимость компании. Ну вот видите, он говорит мне, fair value, то есть 64 доллара. Сейчас цена 56. То есть, типа, недооценена компания. Куча чартов, которые можно здесь наложить. То есть, это просто график цены. Допустим, я хочу себе PE наложить, как менялась P на E компания. Вот так вот менялась P на E компания. Могу наложить к цене, как менялся, допустим, какой-нибудь долг. Давайте у нас общий долг. Долгострой, total current, так, 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 так. Давайте долгострой, а, вот, total liabilities, все. Вот как рос общий долг. Вот вслед за акцией рос, конечно. Кэшфлоу. Свободный денежный поток. Можем посмотреть, как изменялся. Free Cash Flow. Давайте проще, конечно, искать, чем... Free Cash Flow на акцию, пожалуйста. Вот он так вот, пум-пум-пум, растет. Соответственно, тут куча всего, что можно наложить на акцию, сравнить с другими и так далее. Про дивиденды мы с вами регулярно смотрим. Коль наша основная цель – инвестировать в хорошие растущие компании с дивидендами. Вот есть инсайдер трейдинг, то, что продает из компании, кто владеет компаниями, основные новости по компаниям, сравнения компании, чек-листы разные, куча-куча тут всего, что только нужно. В портфель можете свой сформировать, что там Гуру делают, новостные ленты, то есть все-все-все-все-все. Соответственно, Гуру Фокус, ссылка внизу под видео, можете перейти. Ну и последний вопрос. Это уже на камеру. Все спрашивают, что у меня висит сзади в рамочке такое, да? Ну, отвечу один раз, потом всех отсылайте на это видео. Это написано здесь «The way to wealth» и «The plan by which every man pay his taxes». Это написал, судя по этому, Ричард Сандерс. На самом деле... Прошу прощения, отлетел. В общем, этот текст, эта вырезка из газеты, датированная, кстати говоря, 1700, тут не видно, 1700, каким-то там 79-м годом, написано о том, как человек может стать богатым, как, что для этого нужно. В общем, эту вырезку я купил на Уолл-стрит. На Уолл-стрит есть музей финансов, буквально музей финансов в здании Банков Америка. И там продаются такие сувениры под газету, поэтому я его купил в свое время и вот такую в рамочку повесил. Очень интересный текст, почитайте. В общем, на сегодня все, опять немного затянул. В следующий раз попробуем короче, 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 короче. С вами был Дмитрий Черемушкин. Если вы хотите получать это видео чуть раньше, то внизу данного видео также вы можете подписаться и получать на почту на почти сутки раньше это видео, чем все остальные увидят его на Ютюбе. Счастливо и до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»